Вот сто километров проехали, наконец-то поздоровались, да? Да, 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 а то все некогда, все-то в пути-то в пути. Ну вот тут нижше можно кинуть, а ну половицу. Ну а это славный рыбак, говорит, вот слушайте, кто говорит. Рыбак, любите, да? Рыбачка, да, он везде болит, и, да, из носа дерева падает, и там должна рыбка будет, отеченье это, вода сильно упала. О, о, жабка плывет, ох, нырнула. Ну так не, ну и что ты туда заглядываешь? Да, интересно, там жабки какие-то зеленые, коричневые. Да, а ну-ка я сейчас посмотрю. Ух ты, посмотрите какие ропухи. Да, 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 красивые. Да, вы какие, зеленые и коричневые. Надеюсь, что видно их камеру. Почему они молчат? Мы приехали, они молчат. Да, они вечером хвакают чаще. Ледачи, я даже вечером не хочу хвакать. Ой, какая красивая. Я думаю, что ты заглядываешь, что ты смотришь? А ты друзей там увидела? Да, да, да. Я все. Так не как. Ой, рыба плещет, смотри, прыгает. Диви. Короб? Слав. Ну, зацеп. Место занять таке, яке рибное, и яке нема зацепів, и можно отдохнуть. Я могу иду с рыбалки. А если просто, ну, подъехали, вот. Юля, ты че, хоть до завмана? Да вы, судариня, крупный специалист, оказывается. Мелкий, мелкий пока. Я только учусь, я не волшебник. Ну, учитесь, но ведро должно быть полной рыбы. Ну, получается, да? Ну, я, потому что, бывает, перещегаляю, поэтому мужики не любят меня собою, брата рыбалки. Уйди отсюда, туди, иди, они меня посылают. Вот тут рыбу, я тут приносу, помню, Женя и друзей. Ну, потому что мама говорит, Женя, Львова, пацан! Нет, я уже не кричу. Женя и друзей приїхали и из Киева, и поехали, повезли на рыбалку. Ну, и они там, и фотографируют такой, видно, и фотографируют, я проносят вот такого белого амура. Ну, уйди. Паля, уйди отсюда. Нет. Можно мы их с фотографируем, скажем, всеми зловили? Пожалуйста. А надо было брать плату. Да, всегда Женя и друзей вышло. А-а-а, ясно. Тут есть, есть такие... Так, ну, по хвальбу мы услышали, теперь будем ждать результата. О, может засыпать. Да, но это там засыпать. Он потяг вытянут, а не получится. Они по очереди вытягивают, никак не вытягнут. Да, он хочет вытянут, но не получается. Это там, может, крупный сом попасть. Нет, пока... Группный сон под названием Грючок. Еф. Еф называется. Еф тут зацепы, хлопцы? Да, ребята, не мере. О, зато вытягну. Там две снасти. Тут три оставили. Понятно. Друзья, не расстраивайтесь. Люди приехали в 2 часа ночи. Спят, а сын ловит. Поймали пару карасиков за это время, за 6-го ночи. Так что, главное, что мы отдохнем. А вдруг что-то повезет. Это вообще сказка. Мы же не преследуем цель поймать рыбу. Да, мы же не приехали ради наживы, а ради отдыха. Да, нам надо рыбу поймать, обогреть, накормить. Ясно. Папа, мама тут чик, ножички шукаю уже 5 минут. Какие у вас снасти, блин. Да вы прямо заядлые рыбаки, а? Да. Это... А обидва? О, все, видите, катушки, собачки. Да, вообще, я таких и не видел приспособлений. А, сумка полностью тут, видите, всякие. Та, ёж моя, вы посмотрите. Дивите, всякие, всякие, дивите. И закуски для рыбы, как в ресторане. Да, мы сики не иму, сики рыба. Ну, да, да. После нас, вдруг дня три, рыба не ловится, она сита. А, она наиллась и не хочет ловить. Я ничего не хочу, а не ловить. Так вы определите, или кормите, или ловите. Так рыба что, накормить, обогреть? Ясно, ясно. Вы проявляете заботу. Чем, 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 с чесноком для рыбы? А что, она и с чесноком кушает? Да. А еще с чем? Жень, какие там шайны? Слива, дивите, оно дальше. Слива. Слива, боже, как любят эту рыбу, как о ней заботятся. С ваниль, вот. С ванилью. Это прямо, она гурман какая-то рыба. Это кроп. О, с укропом. Да. А то, что? А то, что? Это скрашена активная рецептура. Это, наверное, университет не моя. Это, наверное, полуостровая. Да, тут есть такие. Полуостровая. И клубника есть. Боже, кажут, на тебе что хочешь, только ловись, да? Только ловись, да. Ловись, рыбка. Только мы. Всякие. Приспособления, картошки, кормушки, снасти. Боже, и все равно, и тут, и тут, и тут. А тут еще какие-то картошки. Бойлес, наверное, да. Это что? Бойлес. Чеснок. Да, с запахом. Да. С чесноком. А шоколад есть для меня? Есть, там, с шоколадом тоже есть. А, и шоколад. Я хочу... Пенопласт, трусо ловится, картошки, все-таки, 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 все-таки. Не-не. Не? Вспомниться мне, что профессионалы вам когда-то завидовали. Профессионалы, как бы, но не так, погулять. Смотри, для дерева что-то? Нет. Да, так, так, закидываешь, а ты ванчике одевать, да. Ну, мужики, наверное, были рады. Да, мы только когда вернулись на рафтар, перерезли наше место. Ну, я хочу сказать, что я первый раз, я вообще не рыбачка. А тут рыбак, поехал на рыбалку. Поехал, мы с собачки маленькие. Ну, дали мне удочку такую. Иди, Валя, лови тебя, иди, что мы тебя не видели. Хорошо, там, давай мы, Валя, сделаем такое место, чтобы не обдребляла вода, чтобы была спокойная вода. Как ты. Я не спивала. А первый, это все, что я с тобой чувствую, и у меня на полфруса, скорее всего, я рыбу. Я говорю, я, ну, я попоймала. Нет, первый раз мы сдали одну удочку на три их. Мы, короче, пошли искать себе место. Наташа зарезала вот так вот, типа, в воду стояла. Там камыши, она просто удочкой вот так вот эти камыши, короче, бьет. Мы закидываем, короче. А, она еще, короче, эту леску, мы с мамой ее вот ловим на берегу, потому что Наташа стоит вот в ноги в воде. Вот, и мы поймали первую рыбу. Я такая прибираю к папе, говорю, папа, папа, мы рыбу поймали. Он говорит, я че? Реально все слышали, что мы поймали. Папа чел, да? А я реально вот такая вот рука. Да, да, да. Но это было первое. У мамы еще, как говоришь, 12 с половиной килограмм. И я говорю, мы вот, и мужики, значит, такие, так, сворачиваются. Один уехал, другой, третий. А мы с Юлей, Азарт, Женя, короче, потом понял, что... Что Юля и Азарт, я уже спите два часа до дома ходила. А Женя только называет мне червь, я только раз. Хочешь, чтобы две было, а мы только на два, крючка. Хочешь, чтобы одних только на два, так и поедем домой. Все, и тут на два, все. Подняли 15 с половиной килограмм. Хорошо, мы приехали в 6 утра и уехали в 6 вечера, потому что дождь пошел. Да. А не потому, что мама поймала на два. Дождь нас выгнал, да? Да, уредитель, водяной, уредитель. Вы прямо как Лариса, когда грибы собирает. Ну, пошли, ну, пошли. А сейчас он ведро дополню и все. Прибегает с полным ведром. Ой, там такая поляна, все ее соберу и все. Прибегает, ой, там еще одна поляна. И понеслась. Мы как набрали тех грибов, ну, там видео есть, видно. Казар, казар, ты выходишь. Вот поэтому все поры, как я люблю рыбалку. Почему? Потому что вот тут... Один раз достаточно, да. Ты потягиваешь рыбу. А потом мы поехали к карповые сапки. Женя привез мне. Там кило-кило двести карп, этот зеркальный. Когда ты его тягиваешь... Чувствуется, да? Вот этот дрянавр. Именно вытянуть ее. Именно дотянуть ее до берега. Вытянуть ее. Конечно, классно. Это ощущение вообще. И вот с тех пор, вот, постоянно ты лежишь к тому. Ты хочешь повторение того и того. Ты ждешь, чтобы вот вытянуть большую рыбу. Да. Вот это азарт элементарный человеческий. Заразное? Да. Мне нравится это. Потому что я испытала вот то. То испытала. А ощущение, когда все понимаешь, аж здоровее становишься, да? Да. Ты увереннее себе. Понимаешь? Ты можешь что-то, как ты не просто так поехала баба на рыбалку, бланилка тебе болит. Я еще могу шутить девки. Твою бухаю. Девки не понимают. Они же просто еще, может быть, не бачили этого азарта. Не ощущали его, что дайфать. Но они не поминали. Ариши, а чуменины? А барыши? Да. Ооо. Ооо. А это что такое? Прикормка. Это что, там намешали разных чужих? Да. Да, так, видишь? А червяка начепляешь? А, им типа оливье сделали. Все, сборняк. Да. И прикормка. Да вы как интересно, блин. И тут, понимаете, уходишь в глаза, и тут нема этой прикормки. Женя, прикормки нема, Женя. А, на какую-то прикормку, как поймаете? А ты начинаешь на нее? Да, ты начинаешь на нее, потому что она любит это. Ага, в данный момент ей хочется пива. Да, пива, или ванили, или пенопласта. Вот блин, ну. Какое время суток, какие курибы ты хочешь поймать? Ты тоже надо, раз не снася. Сколько рыбак съел шашлыка и выпил вов. А, то да. Ну что, давай, Женя. Только вот тут подальше. Ого, ты на другой берег чуть не перекинул. Куда еще дальше, на другой берег? Да, да, вот там туда, там где-то казалось. Так в корягу зацепил бы, там осталось 4 метра до коряги. Вот, нам надо свободно. Только упал грудь, бадите, когда в глубина. Упавтите? Да. Ну да. А казалось бы, там должен быть плеск, тут берег выше. Смотрите, как опарыши нервничают. Они ужасно не хотят идти на наживку. Ужас, ужас. Смотри, как они агрессивно, активно возмущаются. Нервничают, нести ее, мы ее не зловим. Потому что рыбку поймать, это не... Нелегкая задача? Нелегкая задача, да. О, загинул далеко, то леска обернул. Так. Я обернул. О, леска обернул, забрал. А, ну, елки, пока я такого и не бачил. Леска слова. Не приспособлена вона для того, чтобы здание забросить. У нас сильно мягко, знаешь. Я знаю. Тут такие нюансы. Понятно, что он хотел тут побачить. Здесь все состоялось. А они вот там, дерг-дерг-дерг, там, говорят, свои, пьер, поспособления для того, чтобы ловить. Там, ты такой удочкой просто не побывал, что надо. Специально снасить, все. Она плечет, все, все. Ты понимаешь, что это нормальная девчонка? Какая-то крупная рыба. Да, она может плескаться. Мелко может так плескануть, как будто акула, блин. Да, да. А когда тянешь, она так нагнулась. Все, вытянешь три килограмма. Смотри, какая тебе снасть. Дубочка какая. А вообще-то красота. У нас на Коваричке есть. Речка сила, смешала Коваричке. Да, мы тоже Коваричке живем. Только на 100 лет назад, или 150 лет, высохла. Да, пошла речка. Ушла под землю. Нет, ну что, суда холодная же была бы. Не знаю, может, кое-что не было, но мы не застали. Да, мы не застали. А речка-то и речка, это красота. Конечно, красота. Вода, это жизнь. Как и движение, воздух. А я его включал, выключал, потом думаю, а что они взяты с зарядом на свет? Заряжается нормально. Папа! Папа очередной раз собрался на рыбалку. Утречком с утроцем, я ему говорю, наверное, ты никуда не поедешь. Почему? Я говорю, угадай. Потому что мы поедем в другое место. Покупать себе сына. А последний хотел сына. Сына наследника, помощника, фермера. Ну вот, получился. Наследник, помощник, фермер. Я хочу, чтобы все вы плали здоровой моей дочери. Пожелать хочу ей все самое главное счастья. Простого земного жиночего. Все, ничего там ничего. Здоровья, естественно. Удачи. Всех благ. Спасибо. Ну, прошу, присоединяйтесь. С днем рождения. Ура. С днем рождения. Ура. Ура. Заводяем. За мою любимую доченьку, чтобы она всегда была умная, красивая, здоровая. И чтобы наконец-то перестала отводить с собой эксперимент. Да, эксперимент. Нет, нехай проводит. Если перестанет проводить, тогда уже постареет. Хорошо, тогда не такие радикальные. Ну, это же не радикальные. Да, это не самое страшное. Это вполне нормально, естественно, для нашего времени. За вас, Юленька. Я считаю, что просто намотать на голову кусочки, что это радикальные эксперименты, папа, ты очень счастливый папа. Это точно. Чтобы это были самые радикальные. А может и так, чтобы это были самые радикальные. Вот, вот за это и в офисе. Обалдеем. Да. Здесь рыбы нет. Знаешь, как я? Ага. Знаешь, что я не видел? Ну, что-то такое вспоминаю. Я не видел, как я лунку провертел. Только лунку вертеть. А тут с Рупа говорят, здесь рыбы нет. Он пошел в другом месте, лунку провертел. Опять мы здесь рыбы нет. А, на стадионе говорят? Да, да, да. Это кто это говорит? Это директор стадиона. Ну, у нас и так прекрасное время провождения и без рыбы. Очень даже хорошее. Давно я такое удовлетворение не чувствовал. Да, что-то я не видел, сколько прошло по берегу, не видел, чтобы кто-то поймал рыбу. Спасибо, глядь. Ночью с этой стороны, наверное, можно поймать, а днем надо только с того берега. Да? Вон, видишь, это как вечно, как будто он просыпал. Да, да, да. То остановится, то дернется вниз. Да. Да. Вон, видишь. Вон, видишь.